Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город. Время говорить». Главные темы этого выпуска – «Все в обход». Сегодня в Рязани торжественно открылся северный обход, долгожданная трасса, которая призвана кардинально и позитивно изменить соотношение сил в системе дорога-автомобиль. Сколько стоит? После принятия нового закона об образовании рязанские студенты опасаются значительного повышения платы за общежитие. Пойдем и выберем. Горожане намерены принять участие в предстоящих в это воскресенье выборах депутатов Рязанской городской думы. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Из официальных источников стало известно, что к выборам 8 сентября избирательные участки на рязанских предприятиях организовываться не будут. Как пояснила возглавляющая горизбирком Жанна Фомина, на муниципальных выборах избирателей должны голосовать по месту жительства за кандидата-одномандатника. А это невозможно сделать, если избирательный участок будет на предприятии. Также городская избирательная комиссия намерена обратиться к руководителям рязанских предприятий с непрерывным циклом работы с просьбой так скорректировать рабочий график в день голосования 8 сентября, чтобы у сотрудников была возможность прийти на свой избирательный участок и проголосовать. Пока, как сообщает горизбирком, ни одно предприятие по вопросу организации участка в комиссию не обращалось. Также надо напомнить, что на муниципальных выборах не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям. Что касается самих рязанцев, то на выборы наш народ собирается. Гражданский долг в сердцах стучит и зовет к избирательным урнам. Однако есть, конечно, и скептики, а когда их не было? Вот результаты сегодняшнего короткого опроса на улицах. Скоро состоятся выборы в Рязанскую городскую думу. Вы собираетесь на них пойти? Обязательно. А почему? Ну, потому что хочется, чтобы все было хорошо, был порядок в городе. Вот так. Сладятся выборы в Рязанскую городскую думу. Вы собираетесь на них идти? Я всегда хожу на выборы. На все. Да. А вот почему? Надо сходить. Это гражданский долг. А я не буду голосовать. В нашем деле не буду голосовать. Пойду обязательно, конечно. Да, пойду. А вот почему? Ну, почему? Положен так. Позиции гражданские куда-нибудь. К другим темам. Со вчерашнего дня советник, президент России, экс-министр транспорта страны Игорь Левитин переведен в статус помощника, главы государства. А уже сегодня он участвовал в Рязанском дорожном открытии года. С этого дня у нас начал действовать долгожданный северный обход. Продолжает программу репортаж Оксаны Тебенихиной. Наконец-то долгожданная спасительная дорога. Северный объезд с этого дня открыта для пользования рязанцев. Северный обход открыт! Ура! Хочу от всей души поздравить вас всех с завершением большой работы по созданию северного обхода Рязани. Новая скоростная и современная автотрасса – главный объект дорожной отрасли региона за последние годы. Это большая победа. Все это время нам помогал федеральный центр. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за личную поддержку и постоянное внимание к строительству северного обхода. Мы благодарны Министерству транспорта Российской Федерации за помощь в решении сложнейших задач в ходе строительства. Отдельная благодарность помощнику президента Российской Федерации Игорю Евгеньевичу Левидину за ту помощь и поддержку, которую вы, Игорь Евгеньевич, оказывали мне на протяжении всего хода работ. В городе строятся развязки и, конечно же, вот этот замечательный участок. Я хотел бы поблагодарить строителей прежде всего, которые за такой короткий срок сделали такую качественно хорошую работу. Я хочу вас за это поблагодарить, а всем жителям Рязани пожелать хороших дорог и, конечно же, социально-экономическое развитие Рязанской области. Мы сегодня говорили о тех планах, которые необходимо сделать до 2020 года. И я думаю, что с помощью федерального центра все те задачи, которые стоят перед областью, перед городом, будут реализованы. Еще раз поздравляю нас всех с этой замечательной работой. Спасибо. Больше 800 дней усердной работы, 600 сотрудников, 300 единиц техники, 4,5 километра асфальта, 4,5 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. А самых трудолюбивых дорожников губернатор наградил памятными знаками. Я думаю, что те планы и программы, которые есть по развитию дорожной инфраструктуры Рязанской области, не будут реализованы. Мы сегодня об этом говорили и будем еще говорить. Этот объезд, как утверждают специалисты, на треть облегчит дорожную жизнь рязанцев. Ведь сотни большегрузных автомобилей покинут улицы нашего города. От звуки торжественных линеек все еще звенят веселыми детскими голосами в прохладном сентябрьском воздухе. Новый учебный год принес не только первые звонки, а еще и новый закон об образовании. Как мы уже отмечали, теперь студентам за общежитие придется выложить немало кровных. Потому что в соответствии с новым законом власти больше не будут оплачивать милые молодому сердцу общаги. Как будут решать этот действительно общий вопрос в Рязанском госуниверситете, выяснял сегодня Глеб Галушкин. После вступления в силу нового федерального закона об образовании стало известно, что теперь государство перестает субсидировать места в студенческих общежитиях. По всей видимости, разработчики данной идеи считают, что такая мера даст руководству вузов большую финансовую самостоятельность. На деле же это может попросту вылиться в никем не контролируемый рост платы за проживание иногородних студентов. Как известно, не из самых богатых слоев населения. Правда, исполняющий обязанности ректора Рязанского госуниверситета Сергей Пупков говорит, что резкого повышения оплаты за комнаты в общежитиях ждать не стоит. На студентах нашего университета с 1 сентября это не отразится никак. На незначительные суммы будет повышена только оплата коммунальных услуг. Это естественный процесс, который происходит каждый год. В этом нет ничего удивительного. Сумма действительно незначительная. В дальнейшем при формировании нашего бюджета на следующий год, нашего финансового плана, мы уже будем изучать, каковы механизмы поддержки студентов со стороны ВУЗа, будут ли какие-то меры помощи со стороны нашего учредителя Миноборнауки. На данный момент все мы, и наш ВУЗ, и другие ВУЗы, мы только работаем пока с текстом закона. Кстати, в некоторых ВУЗах страны уже случились скандалы из-за требований руководства институтов доплатить за комнаты в общежитиях. По сообщениям ряда федеральных СМИ, одномоментно цена там поднялась в несколько раз. Чем обернется очередное снятие государством себя социальных обязательств, понять несложно. Студенты все равно будут платить повышенную ставку, ведь арендовать жилье в городе еще дороже. Исходя из подобной логики коммерциализации отечественного образования, следующим шагом будет сдача в наем целых этажей студенческих общежитий. А что, с гостиницами явно дефицит, а тут такие площади. А студенты-не бояре могут и потесниться. Впрочем, эта логика управленцев из Министерства образования явно идет вразрез с заявлениями президента о модернизации экономики и создании высококвалифицированных рабочих мест. И еще о сентябрьских образовательных новинках в Рязани. Вчера в 33-й Рязанской школе, отметившей в этом году свой 50-летний юбилей, открылись кадетские классы пограничного профиля. Напомним, в этом году школа заключила трехсторонний договор о сотрудничестве с Голицынским пограничным институтом и управлением ФСБ по Рязанской области. Результат – два профильных класса – восьмой и десятый. В первый день учебного года на торжественной линейке в 33-й школе, как всегда, было много гостей, в том числе и представители регионального управления ФСБ, при поддержке которого и создаются кадетские классы. Начало учебного года стало настоящим праздничным действом с танцами, песнями и даже салютом. После торжественной линейки ученики всех классов пошли на самый первый урок в новом учебном году. По сложившейся традиции это был урок знаний. У старшеклассников он был посвящен 20-летию принятия Конституции России. А для учащихся кадетских пограничных классов управлением ФСБ была организована встреча с ветераном охраны рубежей страны Евгением Михайловичем Карасевым. На сегодня все. Хороших всем нам новостей и завтра тоже. О них мы расскажем в следующей программе телекомпании «Город. Время говорить». До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»